Молодежь 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 Воры охотятся за Ценностями Как-то был на Украине После собрания подошла одна девочка 14 лет Плачет, побеседовать, просит Стали беседовать Она говорит, я украла колечко А как случилось? Да вот была в гостях У родственников, а там В серванте поковырялось в чашечке А там колечко золотое Я его украла А когда было? Два года назад А где колечко? Уже нет А как ты себя чувствуешь? Вором Надо исправлять Ну, уголовная ответственность Если по закону государства Я был на Востоке Один человек Узнал, что я в собрании В чуть не приказном порядке Ты пойдешь ко мне домой Ну, я пошел Он говорит, садись, слушай Ты знаешь, кто я? Кто? Кто? Я вор Ну, и рассказал, как он целый Универмака мокрал И не попался Но зачем рассказывал? Ты Божий человек, помоги мне что делать Существует воровство и в церкви Нет, я сегодня не про карманников говорю Которые там в развивалке Надо шариться по карманам Моя беседа будет называться Церковные воры Церковные воры Воруют церковные ценности Как обычно Вора трудно узнать А бывает и трудно поймать Я за одного вора читал Его долго ловили Кое-как поймали А потому что он воровал не все А брал всегда только часть Вот залезет в квартиру Найдет, где у них деньги Часть возьмет, часть оставит Таким образом его долго не могли поймать Потому что постоянно подозревали других А он оставался вне подозрения Так вот моя задача сегодня Показать церковные ценности Уличить воров Может они среди вас есть И позвать их покаяться Итак, давайте посмотрим на церковные ценности Помня Воры Царство Божие Они наследуют И кто церковные ценности ворует Приказ один Принцип у Бога один Итак, церковные ценности Я не смогу их все перечислить А часть только вы можете добавить Этот список Хотя он и у меня большой Вот церковной ценностью является благодать Варнава пришел Пришел в Антиохию И увидел благодать Божию пребывающую В Антиохийской церкви И убеждал всех держаться Господа искренним сердцем А в послании евреям 12.15 написано Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией Оказывается, можно быть обворованным оказаться Что кто-то крадет, оказывается, благодать А знаете, очень просто Очень просто Вот идет собрание Такое общение хорошее А кто-то решается на нечестие Крадет благодать Как-то наблюдаю Идет собрание Проповедь, благословение А там двое сидят Смартфон свой достали И видеоклип смотрят Смотрю же, кружок образовался вокруг Воры церковные Благодать у себя украли И у соседей тоже Другая церковная ценность Это святость Святые чувства Я думаю, надеюсь, вам это знакомо Когда человек приходит в собрание И у него святое чувство Здесь Бог присутствует Одна душа Своей сестре верующей Говорит, я вот поеду в такой город И мне хочется там церковь посетить Скажи мне адрес Она дает Ну а новый человек Он всегда идет пораньше Пришла Села на место Ждет, будет собрание Святые чувства Сейчас послушаю Проповедь Послушаю Евангелие Может и Бог со мной заговорит Вдруг подходит Сзади Одна Тоже из церкви Вставай на мое место села Освободи место Что случилось? Она на другое села Ну пять минут не посидела Опять согнали Подвинься А здесь тоже занято Встала Пошла к выходу Святые чувства Потоптаны В другом месте Девушка одна на работе Говорит своим подружкам Девчата В воскресенье Пасха Пойдем в молитвенный дом Там поют здорово Послушаем Подружка говорит Да туда как Одеваться-то надо У нас-то Форма-то какая Ну давайте Как-то сообразим Поищем Ну чтобы было Удобно Хорошо Нашли Помылись Сняли Пришли на Пасху Но когда пришли И посмотрели на хор Потом вышли и говорят Ну мы-то знали куда шли А они Показывают на хор Знали куда пришли Скажите Такие хористы Что сделали со святыми чувствами Вот у таких людей Украли Украли И этих людей Потом Опять К святым чувствам Побудить Мы знаем Мы знаем Друзья Такие Случаи Бывают У нас много Церковных ценностей Это Что нам Христос Подарил В других местах Это не найдешь Так Это искренность Это любовь Друг ко другу Это благоговение Это общительность Это единодушие Целомудрие Страх Божий Благочесть Одепорочность Слово Божие Время Сюда можно найти Радость Веру Так написано Мы приняли Драгоценную веру Все это Может быть Церковными ворами Украдено Или большими Или маленькими Кстати В озере Огненном Будут и малые И большие Воры Царство Божие Не наследуют Как происходит Воровство Церковных ценностей Я некоторые Случаи вам сейчас Расскажу Уже чуть рассказал Еще Церковные ценности Мы носим В сердце В сердце носим И быть Обворованным Вообще-то Очень досадно Хоть физически Хоть духовно Очень досадно Однажды Мне так Была возможность Я решил посетить Детский дом Ну чтобы пойти туда Детей люблю Я приобрел конфет Набил себе карманы Прошел в детский дом Там с разрешением Все прошел Меня окружили дети Я с ними пообщался Теперь я их хотел Угостить конфетами Я руку в карман А карманы мои Пустые Пока я с ними общался Они не заметили Как мне всего обчистили Мне было немножко досадно Не смог я их угостить Обчистили заранее Думаю, надо же было мне раньше Ну хорошо А вот если Быть обкраденным Духовно Это трагично Это тогда уже трагично Церковные воры Крадут благоговение Идет собрание Благоговение А кто-то соседу своему А ты смотрел Как та на тебя Смотрит А ты смотрела Как у той Прическа А ты смотрела И вот Друг у друга Раз и украли И благоговение уже У этого Или у того Кончилось Обкраден Обворован Церковный вор Да, у него Папа пресвитер Может быть А он-то вор Воры Царство Божие Не наследует Когда я был В молодежи Было у нас Молодежное общение Господь нас посетил Мои ровесники Каялись Я тоже там был Но случилось так Что Два Из нашей молодежи Двое Так вот стояли Тогда тесно было Стояли Один другому Говорит Слушай Тут каются И душно так Пойдем Выйдем Подышим Свежим воздухом А у этого Такое побуждение Покаяться И друга Обидеть неохота И вышел И оказался Обворованным Молодежь Годами Потом Отец Мать Церковь Молились Постились Чтобы Бог Его еще раз Позвал к покаянию А он плакал А побуждения нет Умом понимал А движения нет Обокрали Церковный вор Я другой пример Приведу Как церковные воры Крадут искренность Кто-то решился Обновить Свое духовное состояние С подружкой Поделилась А так И что Ты все будешь Исповедовать Чем грешили И меня туда заплетешь еще Мы же вместе грешили Ты подумай Ты же предаешь дружбу И искренность Украли Кому-то Тайну доверили А он ее Разнес Опять вор Опять вор А такие Моменты Это история Нашей христианской Молодежи Другой пример Церковные воры Крадут общительность Молодежный фавор Братьев пригласили Так хорошо идет беседа Ну немножко жарко Солнце печет Беседа кончилась Только вышли А церковный вор О, наконец-то Расслабиться Оторваться Можно Пойдем Оторвемся Футболом Ну и что Кого-то обокрал Кто-то сумел Пободрствовать А кто-то нет Церковный вор Или руководитель Молодежи Убеждает Пойдем Посетим больного Надо посетить Страдает А церковный вор Да там Тошнит от запаха Чего мы туда пойдем И вот Двое идут Трое в парке остались Обокрали Еще пример Как Воры церковные Крадут Целомудрие А целомудрие Должно быть И духовное И В теле Тоже Наносим Да И в мыслях И в одежде Везде Должно быть Целомудрие Один В распущенной Одежде Может Осквернить И обокрасть Целое собрание Вот На полном Серьезе Мне не так давно Пришлось быть В одно собрание А там Одна бабушка Привела Свою внучку Ну Мне неприятно Говорить В какой одежде Ну Невозможно Было Просто Невозможно Оскверняет Все собрание Ее одежда А ей Не стыдно Церковный вор Ей не стыдно Нисколько И вот так бывает Что Церковные воры В области Целомудрия Они просто Провоцируют На мысли Блудные Провоцируют Но помните Такие Царство Божие Не наследует Если какая-то Сестра Или какой-то Брат Провоцирует Чтобы человек В мыслях Отвлекался Церковный вор Тянет Вот Чтобы Отвлекался Человек От Христа Придется Отвечать Пред престолом Божиим Воры Царство Божие Не наследуют Собрание Я призвитер Братья и сестры В церкви Когда начинается Собрание Прежде чем встать сюда Я смотрю на зал Иногда приходится Подойти Кому-то И сказать Сестричка Уж слишком Ты откровенно Представляешь Себя Пожалуйста Поменяйтесь Ну кто-то Краснеет Кто-то Со слезами Выскакивает А если Воруют То очень плохо Очень плохо И вот знаете Церковный вор Тянет на себя Тянет на себя Внимание Опозданием Например Или вам Опоздавающий Не кажется Церковным вором Опоздальщик Всегда Ворует Не только Благоговедие Еще и Внимание Отрывает От церкви Просто Дисциплину Это вор Церковный Еще Смехотворством Кто занимается Это тоже Церковный вор Благоговение Ворует Анекдот Сказать Неудобно Послушайте Смешную Историю Вот он Какой Благочестивый Смехотворец А Писание Это Запрещает Запрещает А кто-то Отвлекает Внимание Своим Крутым Автомобилем А кто-то Своей Одеждой А кто-то Своей Прической Петушок Золотой Гребешок Или Воронье Гнездо Или еще Швабра Там Скопной Ну так Сделают Что Все Полсобрания Отвлекли И вот Сидит Вроде Внимательно Слушает А сзади На него Пятнадцать Человек Уже Не слушают Видишь Вора И Сходишься С ним Вот такая Ситуация Получается А Писание Говорит Так Воры Царство Божие Не наследует Еще Я одну Категорию Воров Сейчас Расскажу Это Самые Жалкие Воры Но они Тоже Царство Божие Не наследуют Это Воры Которые Крадут Сами У себя Не Обманывайтесь Воры Царство Божие Не наследуют Если сам Себя Обокрал Куда Попадешь Не в Царство Божие Не в Царство Божие И сейчас Расскажу Как Это Бывает Ну Сначала Жизненную Историю Я И прочитал А потом Даже Стихотворение Слышал Кто-то Вывод Сделал На одном Предприятии Работал Прораб Очень Хорошо Работал Строил Дома И Начальник Решил Его Наградить Ну Втайне Решил Сердце Своем И Решил Так Вот Сейчас Этот 101 Дом Или там В стихотворении 101 В этой Притче А вообще Какой-то Дом Когда Он Достроит Я Ему Подарю Но Начальник Не знал Сердце Прораба А у Прораба Вот так Было Вкралась Ему Мысль Этот 101 Дом Всех И И Вручает Ему Ключи От Этого Дома Мы Его Тебе И Твоей Семье Дарим Скажите Этот Прораб Кого Обману Сам Себя Сам Себя Жить В таком Доме В котором Ты знаешь Что Вот Фундамент Сейчас Может Лопнуть А то И плиты Упадут Тебя Похоронят Не Очень Приятно Не Очень Приятно Так А как Это Бывает У нас Вот У нас Молодежи Молодежь На общение И Чуть Брат Не так Интересно Проповедует И Он Уже Уплыл На рынок И Покупает Машину Но Никак Не может Разобраться Красную Или Синю Купить А Сестричка Размышляет Как Жена Себя Поведет Если Вдруг После Собрания Сделать Предложение И Вот В мыслях Она Уходит Уходит Потом Похватились А Вот Я Привел Пример Двух Церковных Воров Которые Себя Обкрали Обокрали Слово Божие Которое Для них Звучало Уже Ушло Уже Ушло Обокрали Если Их Спросить О чем Говорили Повторить Не Смогут Может Утешатся Потом Запись Послушают Как правило Запись Не Послушают А даже Если Будут Слушать Она 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 Прилипает Не Прилипает Другой Пример Как Себя Обкрадут Утро Прилетает СМС Светик Доброе утро Она Читает Ой От кого Вечер Пришел Доброй ночи Еще Одна И так День За днем Пресвитер Узнает Слушай А что это Такое Да мы Просто Да мы Просто А еще Две Недели Прошло И вдруг Она узнает Что его Объявляют С другой И тогда Что Опять Пресвитер Опять Слезы Я вам Реальные Истории Рассказываю А когда Копнули Ответы На доброе Утро Тоже Были А он Оказывается Просто Наспор Со своим Другом Церковным Вором Я говорит Ее сердце Сдвину С места Скажите Что У нее Украли А что Он Украл Вот так Лишается Благочестия Два вора Один Накурал Дорогую Душу И поверг В глубокую Яму Да Я вам Еще одну Историю Расскажу Молодеж Я людей Этих Знаю С пресвитером Беседу Он говорит Вот смотри Вот видишь Сестра Ну вижу Хорошо Я ее знаю С детства Знал Вот приезжает Гит Брат К нам В нашу церковь Спрашивает Вы пресвитер? Да А как вот Эта сестра? Я вот К ней бы хотел Пригладеться Да Замуж Зать Ну приглядывайся Мне Хорошо Мы бы ее Отдали Сестра Член церкви Хорошо Чуть-чуть Время прошло Приходит Говорит Я ее замуж Не возьму Почему? Ну говорит Я с такой Не смогу жить Не успели Познакомиться От нее Уже Мне Телефонные Звонки Я еще Не звонил И номер Не дал Но она Уже Нашла И звонит Ну он Он Ну он Себе Нашел Потом Другую А я Вот На нее Смотрю И Мне Ее Жалко Ну Обокрало Себя Нет Обокрало Обокрало Тем Что Ну Скромности Побольше Скромности Побольше Или Другой Пример Ему Сильное Побуждение Оставить Двойную Жизнь У нас Как-то Даже Было Молодежное Общение Все Посвящено Исправьте Сердца Двоедушные И Вот Ему Побуждение Исправь Исправь Двойную Жизнь И Он Уже Так Внутри Согласен Но Этот Смартфон Вечером Остался Один В спальне Но Один Клик Только Посмотрю Посмотрел И Что Я Сквернился А потом А потом Так Гадко На душе А кто Обокрал Сам Себя Сам Себя И Сколько Это Повторяется Я Как Пресс-фитер Ни одно Исповедание Таких Слышал Как Сами Себя Обворовывают Этими Телефонами Или Смартфонами Или Планшетами Или Еще Все Это Богатой Техникой Вот Знаете Я Последний Пример Приведу Хотя Их Можно Множество Приводить Когда Церковный Вор Сам Себя Обкрадывает Тем Что Ожесточается Ожесточается Он Или Она Регулярно Ожесточается Дух Святой Стучит В сердце Говорит Пресс-фитер Может быть Говорит Слушай Тебе Вот здесь Надо Подправить Немножко Да Я и сам Знаю Меня Дух Святой Побуждает Но Не Сейчас И Вот Знаете Немножко Сдвинул Потом Еще Потом От Каждого Отказа Сердце Ожесточается Так Написано Когда Услышите Голос Его Не Ожесточите Сердец Ваших Смотрите Чтобы в ком Не было Из вас Сердце Лукавого И неверного Чтобы кто Из вас Не Ожесточился Обольстившись Грехом Если Человек Грех Предпочитает Внутренним Побуждением Духа Святого И Духу Святому Говорит Ты Подожди Я Сначала Погрешу Это Неминуемо Приведет К ожесточению Сердца А потом А потом Беда Обворован Будешь Библейский Пример Фараон О котором Сегодня Уже Говорили Он Моисей Пришел Поговорил С ним А он Себя Ожесточил Еще раз Пришел Еще раз Ожесточил Кто читает Библию Посчитайте Шесть раз Фараон Сам себя Ожесточал Не слушая Слова Господня А потом Бог Говорит А теперь Я его Ожесточу И покажу На всем На нем Прославлюсь И вот знаете Фараон Имел Возможность Стать славным Как Давид Если бы Послушал Моисея Моисея А Господь Есть Давай Мы Вместе Бога Будем Славить Прославим Господа Ну-ка Ознакомь Меня И пошел За Господом Так Было Так Написано Тебя Я избрал Чтобы Прославиться Но так Как Фараон Ожесточал Свое Сердце Бог На нем Прославился Только С другой Стороны Как Иуда Искариот Мог Как Давид А кончил Как Иуда Искариот Я хочу Обратить Внимание Молодежь На таком Вопросе Кто Понял Что Он Крал Церковные Ценности Я Зову Вас Покаяц Воры Царство Божие Не Наследует Крал Ли ты Здесь На общении Крал Ли Может Быть Дома Месяц Назад Или Вчера В спальне Все равно Если ты Вор Церковные Ценности Святости Крал Тебе Надо Покаяться А что Делать Тому Кто Понял Что Его Обокрали Что Делать Если Я Понял Что Я Сам Себя Обокрал Обязательно Сознаться Обязательно Иди К Своему Пресвитеру Иди На беседу К Служителю Сознайся Что Тебя Обокрали Что Тебя Веру Украли Мир Обокрали Радость Может Украли Или Еще Что Это Ценность Небесную Украли Сознайся Есть Пути Восстановления Есть У Бога Есть Кто Сознается Кто Сознается Оставляет Худые Пути Бог Милует Восстанавливает Нельзя Успокаиваться Пока Не Восстановишь Нельзя Я бы не Советовал Вам Спать Ложиться Сегодня Если Вы Поняли Что Вас Обокрали И Не Восстановились Приходят Записки Просят Дайте Объяснение Тем Летальным Исходом Суицида Которые Случились В Братстве У нас Там В Кузбассе У вас Здесь В Брянске Скажу Одно Молодежь Это Люди Которых Обокрали Потом Случилось Так Человек Обворованный Оказывается Иногда Совсем Без силы И не может Противостать Уже Тому Что Этот Вор Который Приходит Украсть Убить И погубить И справляется С ним Дай Бог Нам Вовремя Спохватиться Вовремя Восстанавливать То что Украли Скажу Последнее Быть Обворованным Очень Неудобно Однажды Ехал в поезде Я был Уставший Лег На вторую Полку Разувшись И уснул Но когда Утром Проснулся Мне надо было Выходить Из поезда Моих Ботинок Не оказалось Вор Унес Мне было Досадно Мне было Горько Но еще Мне было Что Неудобно Неудобно Но ботинки Да Я добрался До дому Я потом Приобрел Другие С ботинками Пойдет Но если Кто Духовно Ворован В царство Небесное Не пустят Сам Себя Обокрал В царство Небесное Не пустят Серьезно Слово Бог нам Говорит И зовет Восстанавливаться Аминь